всех приветствую сегодня пока едем давайте пока я еду обсудим психологический аспект взаимодействия с должностными лицами вот мне сегодня в чате написала женщина в школе принуждают к получению пушкинской карты то есть такая некая пушкинская карта на которую начисляются деньги виртуальные и ученик может их использовать для посещения музеев для посещения выставок кинотеатров да если это какие-то обучающие допустим кино сеансы и родительница говорит что учитель меня принуждает то есть она на меня давит чтобы я эту карту получила для того чтобы получить эту карту нужно зарегистрироваться естественно же на госуслугах как же без них без этих услуг напоминаю кто предоставляет услуги услуги до корень услужения слуга знаете услуги предоставляют слуги вот я например тоже предоставляю некоторым людям определенные услуги консультационного характера или например я делаю продукцию какую-то своими руками мать и и в этот момент я являюсь слугой потому что я предоставляю услугу по изготовлению чего-то или по предоставлению чего-то так вот существует такое понятие как этикет профессиональный до субординация тоже существует так вот а почему же вы разрешаете вот этим вот слугам слугам садиться себе на шею и командовать вами и диктовать вам условия она пишет меня вызывают к директору да вызвать можно на ковер понимаете когда ты находишься в состоянии подчинения когда ты добровольно встал в состоянии раба когда ты подчиняешься но в данном случае директор может пригласить на беседу а не вызывать нету у директора школы таких полномочий чтобы вызывать я вам более того скажу любой родитель может проигнорировать вот это вот приглашение потому что нигде никаким нормативно правовым актом не закреплено что родитель обязан являться по первому требованию по первой хотелке вот этих директоров учителей для бесед напоминаю что функция учителей это обучать они башлять картами пушкинскими понимаете распространять эти карты принуждать давайте отпор мягко но жестко как я это называю не разрешайте садиться себе на шею и вот как вам типичный пример значит есть у нас в рязани такая организация что-то приокская телевизионная компания которые предоставляют услуги телевидения да значит прихожу я туда там сидит такая тетка а-ля 90 как она мне потом сказала на 20 лет сидит 30 лет и 3 года как в сказке у пушкина она сидит в этом окошке заключает договора и она настолько же срослась понимаете с этим стулом с этим креслом что она себя мнит мне неким царьком на вот этом вот вместе и она по-хамски по-хамски разговаривает схватив мои документы она захлопнула окошко делайте 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 вы что так ведете документы мне мои отдайте вы документы мне мои отдайте вы сейчас изъяли мои документы понимаете она принуждала меня к тому чтобы значит я предоставил документ о регистрации персоны по месту жительства хотя мы все уже давным давно кто смотрит мой канал прекрасно знать что регистрация по месту жительства российской федерации уже 30 лет как не является обязательным условием да если раньше была прописка в трассе масонском под названием ссср где каждому выделяли местечко от койко места да там брежневских и сталинских дач то сейчас такого нету понимаете и регистрация по месту жительства не нужна для совершения юридически значимых действий не в банке не у нотариуса не для покупки каких-то там билетов на самолет то есть это все некая такая иллюзия в которую все должностные лица пытаются народ зомбо народ вогнать спящий народ зомбированный о том что якобы вам нужна регистрация да ни хрена она не нужна мне без регистрации прекрасно там медицинские услуги оказывают услуги по обучению всяческие разные услуги вот соответственно на этой почве перепалка возникла у меня с ней второй момент что значит существует правило по которым заключаются договора на предоставление услуг связи да интернет телевидение и так далее вот и заключать его может несколько категорий первая категория это те кто зарегистрированы по адресу объекта жилого и они имеют к нему непосредственное отношение тем самым те кто является непосредственным владельцем жилого помещения и те кто является официальным арендатором этого жилого помещения понимаете то есть она ни в какую в начале то что арендаторы не имеют права заключать имеют право еще как то есть в простой письменной форме заключенный договор с актом приема передачи квартиры да он является юридически значимым документом говорящим о том что у заказчика услуг на подключение телевидения есть непосредственное право стационарно или изброчно находиться в этом помещении соответственно заключать договор соответственно в договоре тоже должен быть прописан пункт где владелец помещения разрешает заключать те или иные договора понимаете сантехник придет например унитаз подчинить и что теперь арендатор не может с ним заключить договор на выполнение услуг может то же самое с поставкой телевизионных услуг он может прекрасно заключить этот договор понимаете лепят от себя тяну без предоставления нормативно-правовых актов то есть говорят просто что хотят что на языке соответственно предоставить она мне так ничего и не смогла договор в результате на услугу предоставления телевидения я заключила на паспорт мира те кто в теме они знают что это такое вот понимаете итогу вот собственно такие вот дела поэтому будьте дееспособными будьте психически стрессо устойчивыми и разрешайте вам садиться на шею диктовать условия слугам обслуги да они вас могут попросить они вас могут вам могут предложить и если вы не хотите с ними взаимодействовать то вы не обязаны то есть если какой-то директор там вызывает вас на ковер вы можете взаимодействовать двумя способами первый способ это письменно пожалуйста все ваши предложения претензии пожелания в письменном виде чтобы была фиксация а второй вариант взаимодействия это под видеофиксацию когда вы уведомляете директора или того кто хочет с вами повзаимодействовать зауча как правило это лицо действующее без доверенности да а она должна быть у зауча вот что вы приходите и ведете видеопротоколирование вашего взаимодействия потому что если будет нарушен какой-то пункт нормативный о правах да права человека будут нарушены то соответственно вы будете принимать жесткие меры вот то есть я всем рекомендую взаимодействовать с директорами учителями и с прочими слугами народа только через видеофиксацию потому что это очень полезно тем самым вы себя защищаете вот от каких-то непонятных их действий потому что они очень любят потом опеку по ДН вот это КДН призывать на помощь поэтому всегда нужно использовать видео запись видеосвязи собственно все что я хотела сказать и у меня значит вконтакте и в телеграме пожалуйста в нашем чате народный исход есть отдельный документ значит он называется видеосъемка должностных лиц где перечислено целая куча нормативно правовых актов на основании которых вы имеете полнейшее право снимать все то что связано с их профессиональной деятельностью есть значит решение постановления Верховного суда где сказано что вы имеете полное право снимать чиновников с деятельностью непосредственно связанной с их должностными обязанностями но не связанными с их частной жизнью то есть в чем разница если ваша Мария Ивановна на пляжу нудистком загорает раздвинув ноги вы не имеете права ее снимать да училку учительницу или директрису школы не имеете права и потом распространять в интернете а если та же самая Мария Ивановна в декольте до колен пришла в школу ваших детей обучать вы не только имеете право я считаю обязаны это сделать в интересах неограниченного круга лиц потому что все эти Мария Ивановна они представляют значит учительскую среду и должны дресс-код например поддерживать определенный имеете право полное фиксировать и аудиозвонки есть тоже решение суда что чиновников вы можете записывать без уведомления то есть если вы куда-то звоните в какую-то структуру а вам автоответчик говорит что для улучшения качества обслуживания мы записываем аудио то вы можете их записывать без предупреждения и даже видеофиксацию вы имеете право вести без предупреждения потому что они переобуваются на ходу переобуваются на ходу как только они видят камеру они сразу меняют тембр голоса меняют манеру речи поведение вот есть очень прикольное видео в интернете где учительница там что-то поддерживает да какие-то нововведения что школа должна реформироваться тут же подходит ее коллега говорит Мария Ивановна чушь ты такая лицемерка ты же мне совсем другое говорила что вы думаете о пенсионной реформе я считаю что она она должна быть страна движется вперед и всевозможные реформы они не оттягивают ее назад они как правило как движущие силы я считаю что это правильно ты считаешь что это правильно какая ты двуличная разница васильна вот ты мне говорила совсем другое в глаза понимаете я эту учительскую среду знаю как облупленных так как у меня вся родня из этой учительской среды и там такие вообще склоки змеиный клубок происходит у этих учителей потому что в девяносто девяносто девяти процентах случаев это женские коллективы где съедают друг друга заживо вот эти вот товарищи товарищи вот собственно все на такое милое позитивное видео давайте поговорим под видеозапись значит в каком пункте указано что арендатор не имеет права арендатор официально заключивший договор аренды не имеет права договор аренду предоставьте пожалуйста а там персональные данные у вас есть лицензия на обработку персональных данных все есть покажите продемонстрируйте в Роскомнадзоре в Роскомнадзоре а не в Роскомнадзоре в Роскомнадзоре в каком пункте это прописано вы ссылаетесь на федеральный закон уважаемые вы что у меня тут право обкачать на основании 210 федерального закона гражданин и человек имеет право гражданин и человек имеет право получать информацию непосредственно затрагивающего права я сейчас имею намерение заключить с вами договор на поставку услуг по телевидению это публичная оферта давайте во первых предоставьте мне образец вашего договора в письменном виде во первых предоставьте мне документы подтверждающие то что вы имеете отношение к этой квартире а тут без квартиры тут просто любой гражданин приходит да на что вы сейчас ссылаетесь любой гражданин приходит и хочет ознакомиться первично без указания я еще раз говорю без указания адреса без предъявления документа об отношении вас к квартире я вот говорю да при чем тут эта квартира я говорю вообще 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 они имеете право потому что вы действуете на основании публичной оферты это гражданский кодекс и если имеется намерение у потенциального потребителя я еще раз вам говорю вы обязаны предоставить документацию сначала предоставьте мне документы о том что вы имеете отношение к этой квартире какой к этой я говорю вообще в принципе к вам может обратиться любой человек понимаете любой разговаривать будем только с теми с потенциальными абонентами с потенциальными абонентами документов к этой квартире относящихся есть есть зачем вы будете тратить время вы обязаны это делать обязаны если это не наш потому что вы потому что вы оказываете услугу вы слуга и вы обязаны понимаете я вам еще раз говорю я не буду вам ничего рассказывать пока вы не предъявите документы которые подтверждают ваше отношение к этой квартире безусловно я предъявлю но вы себя ведете во-первых неэтично вы привыкли 20 лет сидеть в этом кресле понимаете и мните себя каким-то царьком я не мню себя царьком нет мните мните я вам как дипломированный психотерапевт говорю вы теперь уже да я вам и диплом сейчас свой принесу и юридический диплом принесу да у человека может быть несколько и товаровед я еще по образованию у меня три образования прям принесу вам все три диплома да а еще блогер и вы будете выложены в интернете и будете звездой ютуба сегодня же у нас между прочим в России ничего страшного у всех работает я вам сейчас безусловно выписку привезу и вы посмотрите да мне наплевать правда это вы так и разговариваете нет мне наплевать наплевать ну хорошо ну что другие пользуются так ну что продолжаем разговор как о чем о выполнении о выполнении вами ваших услуг значит демонстрирую первый диплом да мне ваши дипломы не интересуют юридический мне ваши дипломы не интересуют нет вы же ставили под сомнение второй диплом психотерапевта третий диплом товароведа видите демонстрирую демонстрирую теперь предоставляю вам выписку как вы просили и прикладываю к ней паспорт давайте вы спокойны не надо меня подгонять вы меня вы меня вы меня спокойствую вы меня спокойствую она вернулась вы меня спокойствую не призывайте к спокойствию я призываю дайте мне доделать подождите я еще пока тем ближе занимаюсь делайте 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 вы что так ведете документы мне мои отдайте вы документы мне мои отдайте вы сейчас изъяли мои документы Отдайте мне мои документы. Документы мне мои отдайте. Вы не охренели ли, а? Забирайте и идите. Нет, не идите. Закройте дверь с той стороны. Не мешайте мне работать. Вы закрыли окно, закрыв мои документы. Вы не мешаете доделать. Уйдите, пожалуйста. Сейчас я освобожу тебя. Спокойно, спокойно. Почему вы забрали мои документы? Закройте дверь, дайте мне доделать предыдущего документа. Вы голос не повышаете, женщина. Конечно, я выезжу. Что вы? Она забрала мои документы и захлопнула окно. Вы не мешаете работы. Мне надо доделать. Я вам сказала, что... Это ненормальные отношения. Вы кто? Охрана или вы директор? Кто? Ваших услуг. Да. Проблема в том, что женщина себя ведет неадекватно. У вас что? Нет. Нет, у меня все записано. У меня все записано. У меня все прекрасно. А вы кто? Вы не представились. Руководитель? Я пришла заключать договор по адресу Весенья, дом 16. Квартира 2А. Во-первых, ведет себя очень некорректно, очень невоспитанно. Это все зафиксировано на камеру. Можете показать какие-то корректы? Обязательно. Я это выложу в интернете сегодня же. Я юрист, правовед и блогер. Безусловно, я выложу. Далее. Далее. Значит, она заявила, что обязательно требуется регистрация по месту жительства. Нет регистрации. Вы же делами занимаетесь, занимаетесь. Я уже закончила. Он со мной разговаривает, не с вами. Вы себя ведете опять некорректно, перешибаете. Вам надо привезти право собственности. Да, право собственности. Да, я привезла. Я привезла. Она сказала, есть два варианта. Либо стоит регистрация штампа паспорта, потом, потом уже она сказала. Либо свидетельство о право собственности. Я говорю, оно есть. Но есть еще и третий вариант, где официально сделавший, составивший договор арендатор, также имеют право заключить договор. Понимаете? А это по закону. Нет, никакого закону. Это по закону. Есть правила оказания услуг в связи с населением. Оказывается, он только в собственных квартирах. Больше никому. Никаких таков арендаторов. Хорошо. И это будет прокуратура и Роскомнадзор проверять. Сейчас правила оказания услуг очень жесточены. Я знаю. Поэтому мы заключаем договор исключительно только с собственником. Поверьте, я не против. Вы собственница? Конечно, я собственница. Вот выписка, естественно. Вот выписка. Мы с вами заключим договор. Я не против. Просто ваш сотрудник ведется очень некорректно. Почему вы не хотите платить через кустовую бюджетную цену? А я вообще не плачу. Я ЖКХ не оплачиваю в принципе. Ну это как? Так? Так? Все ЖКХ... Вы потеряете в курсе. Все ЖКХ... Ну давайте вы не будете меня этому учить. Все ЖКХ оплачены из бюджета, из муниципального. Все, вы готовы со мной начать работу? А я тоже. Пожалуйста, выписку и паспорт. Архарова Юлия Алексеевна. Я вас ничего не спрашиваю. А я поясняю. Берите свой телефон. Я против, чтобы вы меня снимали. Вы можете быть против, только если это ваша частная жизнь. Мы без моего согласия. Вы не знают законодательство Российской Федерации. Вы не знают законодательство Российской Федерации? Нет. Нет, это общественное место. Ваши правила не могут противоречить законодательству Российской Федерации. Я осуществляю видеофиксацию, видеонадзор. 32-23 указ Путина. Вы как-то очень наравленный человек такой. Нет. Вы знаете, это уже следствие. Началось все с того, что она неадекватно со мной разговаривала. Просто вы предложили условия, которые могут нас инвестировать. Мы вам можем отказать. Вы действуете на основании публичной оферты. Вы не можете отказать. Нет. Так. Вы не выполняете наши условия в оплате. Какие? Нет, вам не буду. Я сейчас за год проплачу. Сразу вперед. Мы не скажем, что нам ваши деньги не нужны. Мы с вами будем работать. Все только через муниципальный постановочный центр. Нет. Покажите, где это написано. Мы работаем со всем городом. Покажите, пожалуйста, где это написано. В вашем публичном договоре оферта. Потребители имеют право оплачивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации без налом, налом и так далее. КВЦ – это посредник, понимаете? КВЦ – это посредник. И у них есть программа. Я знаю, это посредник. Мы за это платим деньги, и они не только посредник, они делают работу. Я, конечно, понимаю. Но когда я сюда ехала, я тоже уточнила. Возможно ли, могу ли я сразу заплатить за год наличными деньгами. Да, оператор сказал, да, конечно, без проблем. Все, я пришла с кошельком, сейчас наличными деньгами сразу за год плачу. Возможно, у вас сомнения были, потому что у вас странный паспорт, не российский. Вы знаете, у людей очень много разных документов. Сегодня это особо. Очень, очень. Это люди, которые в мутных ситуациях, они крымские мосты взорвали? Нет, нет, я человек-общественник, меня знают. Вы на это ни о чем не говорите. Ну, вам не говорят, зайдите на мой ютуб-канал, посмотрите. Меня знают все. Прокуратура знает, МВД знает. Нет, он не запрещен. Сошлитесь. Пока не запретили. Ну, пока не запрещено. Пока приостановили. Приостановили, да. Но данные... Давайте мы с вами ругаться не будем. Я смотрю, вы абсолютно адекватный человек. К вам у меня никаких претензий нет. Все, деньги есть. Паспорт дан, выписка дана. Все, разговоров нет. За год сразу оплачу. Есть, потому что наш инженер туда пришел, а там какие-то восточные странные люди. Они вообще-то регистрацию тут в России-то имеют? Как? Не знаю. Или их лицо в поле. Смотрите. Это уже, а вот так вот вы говорите. Как только мне поступил звонок, я сказала, тут же я приеду сейчас и заключу с вами договор. И я приехала через два часа. Как только мне ваш оператор сообщил об адекватном... Мы наручим с вами договора оплачивать. Я сказала, как инстанциально вы подключились. Где здесь данные посылки? Покажите мне. Вы имеете в виду номер? Ну да, номер серии. БВСЦА 3585-46. А к дату выдачи вот этого, да? Каким вызовом? Да, я сказал в июне. Я не понимаю по-русски. Вашингтон. Вашингтон. Вашингтон, да. ДС. Прямо так опишите. В смысле, а в какой стране вы можете поговорить? В Вашингтон взынокается. В Америке. Да кто знает. У нас уже сразу не миллион показывался. Ну, бывает такое. Москва есть в Америке. Есть ни одна причина. Так. Что же мне приписать? В ВСА. ВСА. Орган выдавшего ВСА. 300 рублей, да, вы говорили? 30, да. Угу. 1 января, 3 января 330. Значит, 3600 рублей. 1 января 330. Кем выдано? С 1 января 330, а если сразу оплатить, не по старой цене разве будет? Нет. Калькулятор считаете. Как тут неправильно написать? Так обещайте. ВСА. Ворлд сервис. Ну, наверное, вот так смотрите. Правильно я написала? Абсолютно. Да. Ну, да. Да, все правильно. Так, 3 840. Так, у вас там ориендаторы живут? Это информация... Я не об этом, мне это не интересует. Я просто кому-то... Я сама буду присутствовать. ...берете мудры, поставьте на телефон, если что-то будет не так, что выражение, то они напрямую, что они связаны. Я поняла.